Сегодня у меня в гостях протеерей Владимир Вигелянский, настоятель храма Святой Татьяны при Московском Государственном Университете. Отец Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас и шире представить. Вы, конечно, еще историк, культуролог, писатель. Как так получилось, что два братских народа, Россия и Украина, некогда составлявшие одно государство, совсем недавно переставшие быть такими, пошли такими разными идеологическими путями? Россия укрепляется в своем консерватизме, Украина идет в сторону Запада и либеральных ценностей. Это трагедия, конечно. Трагедия для всей нации. Для некоторых людей это просто прошло какой-то трещиной внутри. Я родился в Тернополе. Я не украинец, я русский. Так просто казалось, что мои родители оказались в начале 50-х годов в Тернополе. До реабилитации моего отца, мы жили до 56-го года, жили на Украине. Просто отец мой после лагеря не мог жить в крупных городах, был безработным, искал возможности. Хотя он писатель, издавший к этому времени много книг до посадки в лагерь. И мы искали работу, вот поехали в Тернополь и выяснили, что там убивали русских до 55-го года, тех, кто работал как бы на советской власти, в том числе интеллигенцию, учителей, журналистов, писателей, библиотекарей на Западную Украину. Я там родился, но после рождения они убежали, это было бегство из Тернополя, поскольку только в той газете, в которой работала моя мама, «Виль на життя», главный редактор ей сказал, у нас убили 100 человек из нашей газеты на протяжении, после войны, с 45-го по 50-й год, 100 человек было убито бандеровцами. Они поехали строить на Каховке Днепрогаса. Ведь пригрело на своей груди бандеровщину ЦРУ. Они жили в Европе под защитой, ну, тот же самый Бандера или Шухевич, или сотни и тысячи убийц жили в Германии, в Канаде, в Соединенных Штатах. Потому что это геополитический проект. Надо воспользоваться любым расколом любой нации для того, чтобы достичь своих интересов. Предыдущий президент Украины Порошенко проголосил три принципа той реформы, которой нужно было на Украине провести. Армия, язык и вера. Это очень мудрое сатанинское действие. Это очень серьезная вещь. Язык и вера изменять, сломать хребет нации. Уберите веру, уберите язык. 80% населения Украины говорило в быту на русском языке. Да, они украинцы, у них фамилии были. Ну, например, Порошенко. Он не знал украинского языка до своего вступления в президент. То же самое и Зеленский. Он не знал украинского языка. Чтобы человек из кривого рога не знал языка, это говорит о чем-то, понимаете? Это говорит о том, что у страны был другой язык. Вот надо было убрать язык, убрать веру. Это абсолютно сатанинский замысел. Ну и как же мы упустили нацию Украины, а американцы этот шанс не упустили? Да мы с нами такие же были. Вы посмотрите, что делается. Вот на телевидении работаете. Вы видите, что культурный, литературный язык, это уже не отражает того пошлого языка, который был внедрен или который был пущен на самотек в 90-е годы в России. Вы посмотрите название магазинов. Проедите по Москве. Там больше половины иностранных названий магазинов. Это целенаправленная вещь, которая имеет некую почву внутри и нашей элиты, и нашего народа. Надо что-то с этим делать. Если мы себя не можем уберечь, то какую Украину мы могли уберечь, когда там все исчислялось деньгами, Богом. Современным Богом. Вот это и есть. Кто заплатит, затем пойдем. Вот когда к епископу Николаю Японскому, канонизированному уже святому, в начале русско-японской войны 1905 года, пришли его русские прихожане в Японии в храм, и задали вопрос, как же мы пойдем на своих же людей, теперь, когда идет эта война. И он их благословил брать в руки оружие и сказал, что вы живете в этом государстве. Вы сейчас в Японии. Вот представьте ситуацию, ну, например, при которой вас бы назначили настоятелем храма не Татьяны при МГУ, а вы бы оказались, скажем, в Полтаве. Были бы настоятелем храма где-то на территории Украины. И вот начинается специальная военная операция. И к вам приходят молодые украинские ребята, возможно, в той же Полтаве, большинство из которых говорят по-русски, и спрашивают вас, что им делать. Брать им в руки оружие нет против русских. И как вот давать такие благословения? Вопрос это очень важный и очень серьезный относительно всех священнослужителей, которые сейчас находятся на Украине. Некоторые из моих друзей, чтобы не решать этого вопроса, просто уехали. Например, отец Андрей Ткачев. Или отец Олипий Светличный из Киева, Архимандрит. Тот, который с хоругвями стоял на Майдане между противоборствующими те, кто восстали, и те, кто защищали власть. Он сейчас в Москве здесь служит. Эти люди решали этот очень важный вопрос вот таким образом. Некоторые из моих друзей, просто не буду называть их, служат и в Киеве, и в Харькове, и в Днепропетровске. У нас молились и за советские власти, и за страшные власти. Молились. Это молитва за врагов, это дело обычное для священнослужителя. Ну так как ваши друзья решают для себя? Они служат, а там их приход, там их прихожане. Они окормляют, потому что если... И благословляют солдат брать в руки оружие? Нет, про это я не знаю. Ну как, у вас же есть разговоры с этими священниками? Они же ваши друзья. Уже нет разговоров. То есть они были друзья? Ну да, были, но я за них как-то уверен, за этих людей. Они в ужасе от того, что там происходит. Потому что если они уйдут, то на их место придут реальные сатанисты, поцелушники, те, которые благословляют иконы с Матерью Божией и с младенцем Христом, с Трезубцем, Христос у них с Трезубцем, вот, такие иконы сейчас в церках, ПЦУ, вот, тогда они придадут свою паству. Это они, многие из них просто мученики. Некоторые из них сидят в тюрьмах. Ну, например, Владыка Павел, которого я тоже очень хорошо знаю. Мы едины. Пока это то, что нас объединяет, эта церковь. Все остальное, уже практически ничего не осталось. Не вот. Но церковь, я не уверен, это не знаю, благословляют ли они. Но то, что они за них молятся, это как же. И я молюсь. Молюсь за раненых, плененных людей. Это не только наши солдаты, но и украинские тоже. У вас много работ, посвященных священнику и философу Павлу Флоренскому. Самое его известное произведение – это иконостас. Но вот я начать хочу с его другой работы. Это предполагаемое государственное устройство в будущем. Как вам представляется для современной России идеология-то какой должна быть? И должна ли она идти сверху? Или она должна подниматься от народных масс? Как вам кажется? Должен быть какой-то синтез, связанный с противостоянием вверх и низа. И об этом, кстати, говорит отец Павел Флоренский. Это сочинение он написал, уже получив 10-летний срок в лагере. И вот, находясь в тюрьме, он за три дня написал очень странное, на первый взгляд, сочинение, размышляющее на тему будущего нашего государства. Вообще, в истории вот этих футурологических каких-то концепций, которые были на протяжении нескольких веков, это и Ломоносов, и Пушкин, Менделеев, Вернацкий, отец Павел Флоренский, потом Солженицын, как нам обустроить Россию и так далее, вот уже появилась некая история этого вопроса, как они мыслили о нашем государстве. Сочинение Флоренского, оно уникальное, особенно если прочитать сегодняшними глазами, потому что такое впечатление, что он пишет о нашем времени. Что он там пишет? Он говорит... Короткое сочинение, написанное за три дня. Там 18 пунктов, в которых есть все. Там внутренняя политика, внешняя политика, торговля, добываемая промышленность, перерабатывающая промышленность. Я не знаю, там культура, семья, быт, медицина. Что там, чего там только нет. Даже про разведку он пишет. Даже идеологическую войну. Самое главное, он пишет о мобилизационном характере страны в ближайшие годы, перед войной 41-го года, но на самом деле он пишет о том противостояние России и Запада и как приспособиться к этому противостоянию, как государство должно измениться. Поразительные вещи. А можно, извините, я вас сразу перебью? А на ваш взгляд, Запад времен Флоренского это тот же Запад, который мы имеем сегодня? И Россия, это та же Россия, которая была при Флоренске? Да, только доминантой этого западного мира была Германия. Тогда, сейчас Соединенные Штаты и совокупный Запад. Но там вот даже в этом сочинении просто говорится «Запад». Очень интересно. То есть, теми терминами, которые мы сейчас обозначаем. И это, конечно, потрясающе и любопытно для нашего дела. И вот этот мобилизационный характер, он определяет идеологию, экономику и политику государства, про который писал Флоренский. И, мало того, там говорится о том, что нужна волевая личность, обладающая гениальной интуицией. Он говорит, даже не обязательно гениально умный должен быть человек, а вот той интуиции, которая возьмет на себя право быть ответственным за политику России. Но у нас, мне так кажется, что у нас сейчас есть такой человек, волевой, у которого на лице написано именно ответственность. Все, что угодно говорят про нашего президента, но безответственно его назвать невозможно. И вот, и это совпадение, или это пророческий взгляд, который был, совершенно не подходит к Иосифу Виссарионовичу Сталину, который был абсолютно безответственным в отношении государства и кадров государства перед войной, который не только не подготовил страну к агрессии Запада, против нас воевало, помимо Германии, еще 17 государств. Мы часто об этом забываем, но, тем не менее, это агрессия Запада. Поэтому то, что было написано и предчувствовалось отцом Павлом Флоренским, тогда прочитывается сейчас очень современно. Может ли государство, такое как Россия, быть в постоянном состоянии мобилизации? Можно ли сказать о Китае, что это государство в состоянии мобилизации? Вопрос очень важный и очень серьезный. Флоренский давал пять лет этой мобилизационной деятельности государства. Сказал, что когда это укрепится, когда Запад поймет, что невозможно перестроить Россию, которая бы жила ради интересов Запада, прямо так и написано, понимаете? Тогда успокоиться, тогда у нас нужно будет думать о другом. Но пока это мобилизация. Что предлагает? То, что совершенно читается сейчас экзотично. Он предлагает убрать партии, парламент, например, чтобы ничего не мешало, так сказать, той мобилизации, которая работает на единство и нераздробленность то, что мы сейчас говорим, так называемой демократии. На самом деле, мы это сейчас видим, что к демократии это не имеет абсолютно никакого отношения, что это есть прикрытие, ширма для совершенно другого типа власти, совершенно чуждой как раз демократии. И он об этом писал, что она всегда вырождается именно в такую форму, отец Павел Флоренский. Но поразительная вещь. Он для России придумал, с одной стороны, очень жесткую вертикаль относительно власти, а с другой стороны, абсолютнейшую свободу личности и нежелание, чтобы государство вообще в это дело вмешивалось. И что именно такая свобода и такая надежда на те личности, которые являются гражданами этого государства, чтобы никаких преград не было бы выявлению вот этой творческой, научной и индивидуальной личности, то есть, которая имеет, как Пушкин писал в своем замечательном стихотворении, «Самостояние человека — залог величия его». Вот это вот самостояние или субъектность, или суверенность человека он отстаивает вот в этом своем проекте будущего государства. Можно сказать, что Китай отвечает этому проекту? Почему нет? Абсолютно. Там этого совершенно нет. Это национальная психология совершенно не соответствует свободе предпринимательской деятельности, но то, чего писал Пушкин, что два чувства нам даны, которые Богом, так сказать, даны нам. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу, и вот это вот субъектность, самостояние этого человека, это вообще к Китаю не относится. Вот вы, отец Владимир, сказали, что легко сформулировать идеологию, сформулируете идеологию для современной России. Какой она должна быть? Я еще раз могу процитировать Александра Сергеевича Пушкина. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу, на них основана от века по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его». Собственно говоря, он все сказал. Это и есть национальный идея. Ну вот в трех словах, то, что сказал Александр Сергеевич. Это и есть самостояние человека, залог величия. И его со связью с Богом, без этого невозможно. Православный консерватизм? Да, конечно. Как Пушкин. Из масона и либерала преобразился в русского консерватора, идеолога консерватизма. Большое спасибо, отец Владимир, за то, что пришли к нам в студию и за этот интересный разговор. Субтитры создавал DimaTorzok Бензином у той войны, которая идет сейчас, была холодная война. То есть та война, которая, можно так сказать, была продолжением Второй мировой войны. Всем казалось, что Вторая мировая война закончилась. Но она не закончилась, по большому счету. Она продолжилась уже совершенно в других условиях. Там, где, в общем-то, она была развязана. Кем она была развязана, мы с вами прекрасно знаем, понимаем. История не умалчивает об этом. И вот на протяжении многих десятилетий эта война продолжалась. Холодная война продолжалась. Были даже горячие стычки в разных регионах. Ну, мы знаем, Карибский кризис. Американские подводные ракетоносцы выпускают ядерные баллистические ракеты по крупнейшим промышленным центрам СССР. Боевые действия с применением оружия массового поражения продолжаются несколько месяцев. Мы с вами видим, как здесь, на этой земле, вдруг стала насаждаться ненависть к всему русскому. Появляются учебники, которые печатаются в Канаде, в которых пишется, что Сталин, СССР напал на Гитлера, на Германию. Зачем это все? Зачем это вранье? Зачем это все запутывание? Это война. Война идеологий, которая, естественно, конечным своим результатом имеет войну физическую. Московику на реку! Московику на реку! 2014 год, где уже все то, что подготавливалось, все, что несло ненависть, все, что краилось в кабинетах на Западе, все это выливается в то, что начинают гибнуть люди уже от физического уничтожения, от не только террористических актов, но и от прямого вторжения в жизни, в судьбы целых регионов. Начинается обстрел Луганск, который почему-то всеми умалчивается. Начинается обстрел Донецкой области, Донецка самого. Начинают гибнуть люди. Мы вдруг начинаем видеть кадры, которые нельзя смотреть, потому что это разрушает человека абсолютно. И, естественно, вся эта война, все это уродство подготавливалось долгие годы. Это не долгие месяцы, а долгие годы подготавливалось на нашей земле. И истинные причины, это даже не экономические причины, это не какие-либо другие там причины захвата территории, возвращения полуострова, который так хотела украинская власть, или то, что они потеряли вдруг земли Луганска и Донецка. Нет. Причины не в этом. Причины другие, более глубокие, духовные причины, которых мир-то не видит. Почему? Потому что мир бездуховен. Потому что он не понимает этих истинных причин. а лукавый, который стал отцом лжи и отцом всех тех, кто разжигал эту войну, кто поливал бензином все наши взаимоотношения и дома друг друга, соседей. Именно дьявол знает истинные причины. Он их тщательно скрывает. Это вражда против Бога. Это вражда против человека. В Священном Писании мы читаем тот, кто говорит, что любит Бога, а ближнего своего ненавидит, тот есть лжец. Как только будет кто против Украины выступать, когда-то нас обороняли казаки, а теперь будет вся Украина. Покоритесь Украине матери. Именно причина, тот, кто разжигает войну, тот и есть виновник войны. Не тот, кто ее начинает. Тебя могут вынудить. Тебя могут вынудить соседи спорят друг с другом. К примеру, я хочу привести. Вот один сосед постоянно гадит и пакостит на своему ближайшему соседу. И мы прекрасно понимаем, что если этот сосед обращается в суд, призывает общественность для того, чтобы утихомирить этого соседа, и у него ничего не получается, то тогда самому хозяину дома приходится решать этот вопрос. Ставить какие-то заградительные меры. И если человек, сосед агрессивен, то приходится агрессии, а отвечать на агрессию. Хозяин прекрасно понимает, что это опасно иметь такого соседа. Каждый, внимательно читающий Библию, каждый, исполняющий Священное Писание, Слово Божие, вольно или невольно становится прозорливым человеком. Многие об этом мечтают, предвидеть будущее, заглянуть в будущее. Так Библия и делает из нас прозорливцев. Я надеюсь, что к концу нашего с вами фильма наши телезрители увидят, кто победит. Но победа эта будет не такая уж простая. Первое убийство в мире – это уже следующее поколение Адама и Евы, их дети, Кая набивает, Авеля. свидетель Николай пишет, первая человеческая кровь, злодейски пролитая на земле, была кровью брата. Последняя человеческая кровь, которая прольется на земле, будет опять-таки кровью брата. Да и чьей ей еще быть. Почему это произошло? Они ведь жили практически в раю, Каин и Авель, в двух шагах от него, от рая. Почему смерть, война, убийство пришли уже тогда в мир, практически с самого его начала? Сложно сказать. Они только-только вышли из рая. Их родители еще помнили это и скучали о рае. Они еще были все поглощены присутствием Божиим. И вдруг такое событие. Мы очень часто быстро привыкаем ко всему хорошему, к положительным вещам, к радости. И начинаем это присваивать себе. и начинаем сравнивать с другими людьми. Начинаем смотреть, а как живут другие, а почему у меня этого нету. И возгорается какая-то ревность со знаком минус. И вот эта ревность со знаком минус, она, конечно, приносит горе в мир. Каин и Авель, они только-только вошли в мир и сразу произошло кровопролитие. Мы живем уже много-много лет. И все человеческие наши взаимоотношения, они настолько, наверное, страшны под действием греха, настолько, в общем-то, ужасны. Ведь что такое эмоции? Это состояние души. И состояние души, оно может служить на пользу Богу и ближнему, и наоборот, вести нас от Бога и, естественно, значит, от ближнего. Человек, ориентирующийся на Бога, может проверять все свои взаимоотношения с Богом через ближнего. Авель, Каин, Авель поступал так и видел в своих взаимоотношениях с братом именно взаимоотношения с Богом. А Каин, наоборот, не обращал внимания, как он служит Богу. И как он служил и Богу, так он служил и своему брату. Говорит практически то же, что и святитель Николай. Грех человека по отношению к человеку является следствием греха по отношению к Богу. Или другими словами, если мы говорим о войне, война человека с человеком это плод войны человека с Богом. Да, абсолютно так оно и есть. то есть человек, который думает, что воюет с ближним своим, он воюет с Богом. И вот эта война с Богом, она, в общем-то, все и рушит в жизни человека. Но не воевать человек не может. Это тоже такой, в общем-то, заколдованный круг. Человек всегда воюет. Он воюет или с собой, или с ближним. Он воюет или с ближним, а значит, воюет с Богом. И вот этот заколдованный круг разорвать может, наверное, человеческая праведность. Праведность, которая ориентируется только на Бога, которая стремится к Богу внутри человека. Человек сегодня восстает на Бога значительно громче, активнее и более вопиюще, чем это сделали наши первые родители Адам и Ева, их дети Каины и Авель. Это о чем говорит? Почему мы еще вообще стоим тогда на этой земле? Почему у нас весь мир, весь мир не выглядит так, вот как выглядит север Донецк? Если весь мир восстает сейчас на Бога, мы же это видим? Бог своим милосердием удерживает нас еще в этой жизни. Видно, не исполнились времена, которые Бог отвел для человеческой жизни. Он сильно сократил это время человеческой жизни, но не исполнились еще и времена. И своим милосердием он дает еще возможность восполнить то количество отпадших ангелов, которые были когда-то. И наша с вами жизнь, это не просто жизнь какой-то отдельной личности. Мы находимся в социуме, мы сотворены как именно социальные твари, если можно так выразиться, и мы можем принять это слово. Мы должны находиться в общении друг с другом. И вот это определяет наше будущее, будущее человечества. Пока что мы видим, что это будущее человечества не зависит от человека, то есть продолжительность жизни не зависит от человека. Была бы воля человеческая, нас бы уже давно бы не было. Больше того, святитель Николай пишет, что тоже оно милосердие творца только не истребило человеку уже в первом, втором поколении. И оно уже милосердие творца воспрепятствовало сначала совершению мести над братоубийцей Каину, а затем в лице третьего сына Сифа дало утешение несчастным родителям. Милосердие Божие над нами. Да, оно есть, присутствует, и оно независимо от человеческой воли. И слава Богу, иначе бы человек уже полностью бы отказался от своей жизни и уничтожил других. Святейший Патриарх нынешнюю войну недавно назвал братоубийственной войной. Мы с украинцами, в общем, братья и по крови, так казалось, и по духу тоже. Братоубийственная война, гражданская война, она страшнее, наверное, любой другой войны. О чем? Нет, вы знаете, не соглашусь. Я не соглашусь, что можно какую-то градацию войне дать. Вот она гражданская страшнее национальной войны. Вот она война, война остается войною. Это всегда ужасно, это всегда мерзко, это всегда плохо. Война всегда плохо. Но не всегда человек может ее остановить. Каин и Авель были воспитаны одними родителями. Каин и Авель были братьями по крови. Да, они не были братьями по духу. Но вот братство по духу развело их по разные стороны, назовем так, баррикад. Это, конечно, мы должны иметь ввиду. Мы братья по крови с украинским народом. Но кто-то соблазнил украинский народ. Кто мы знаем, это лукавый, руками западных приспешников дьявола, соблазнил наш братский народ, наших братьев на то духовное изуверство, которое в обилии распространилось сейчас на украинской земле. Это и язычество, это и нацизм, это опять же война с Богом. Не надо, конечно, думать, что и у нас все так хорошо, и замечательно, и прекрасно. Может быть, Господь специально нас свел на поле брани, чтобы мы отрезвились, чтобы мы преобразились, чтобы мы вдруг заплакали и поняли, что мы, в общем-то, творим здесь, на земле. Из истории Каина и Авеля можно сделать следующие выводы, что война человека с человеком это всегда следствие войны человека с Богом. Второе, что дети могут продолжать воевать и вести ту войну, которую начали их родители. Да, абсолютно так оно и есть. И еще бы один я вывод сделал. Война никогда не заканчивается односторонне. Война должна закончиться двухсторонним перемирием, двухсторонним примирением. И в войне, поверьте, нет победителей. В войне всегда есть проигравший, потому что это дело рук человеческих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok